Друзья, приветствую вас с лабораторией автосветового пила. Сегодня у нас автомобиль приехал на прокачку света, приехал на замену линз, но мы линзы не поменяли и поставили человеку лампочки. Почему такое может произойти, мы сейчас все расскажем. Поехали! И вот, возвращаемся к нашей машинке. Это наш Cherokee KL. Автомобиль с очень небольшим пробегом, всего в районе 70 тысяч пробега. Оптика еще очень и очень живая. И клиент не сильно хотел лезть и распаковывать фары, что в принципе его выбор. И решили подобрать ему лампочки, которые решат его вопрос. Оптика действительно живенькая, чистенькая и правильная. Такая, как в принципе и должна быть у свежего автомобиля. Что мы поставили и каким образом мы прокачали свет. На основной свет, на ближний, мы установили лампочки от компании AMS. Это ихний флагман. Это мега-мега мощная лампочка, мощность которой 65 ватт номинальных. И действительно эти 65 ватт она выдает. Такие лампочки устанавливать в автомобиль с рефлекторной оптикой я никому не советую. Потому что это будет беда по встречным автомобилям. Но так как здесь линза, то у нас проблемы данной вообще нет. Потому что линзочка собирает весь свет, фокусирует и выдает на стенку. Уже нам в чистом виде без ослепления встречных. Для этого и придумали линзу. Плюс для того, чтобы подсластить ситуацию, добавили в противотуманки наши. Которые тоже достаточно в неплохом состоянии. OLED-овские лампочки. Есть такая OLED серия S. Это несменный наш джокер в рукаве, который решает вопрос исключительно по противотуманочным вопросам. То есть это лампочка, которая идеальнейшим образом становится в противотуманке. И как показала практика, что очень часто на них, при установке конкретно этих лампочек, фокус, при том, что туманка у нас рефлекторная, фокус, часто бывает лучше, чем на галагене. Вы скажете, что такого не бывает, но фактически примите это как факт. Мои коллеги уже сделали замеры. И соответственно у нас есть ближний, красивый, правильный свет. Судя по всему, с учетом вот этой вот правильной, как бы скажем, светотеневой границы, то есть я понимаю, что скорее всего здесь фары уже стоят от европейца. Хотя это машина американская для американского рынка. За счет того, что у нас есть вот такая правильная светотеневая граница, данный свет обеспечит комфорт как в городе, так и за городом. Вот эта вот, скажем, европейская штука поможет комфортно чувствовать себя по трассе, потому что будет освещаться наша обочина. При первоначальных замерах, замеры проводились в присутствии нашего уважаемого клиента, нашего подписчика. До 1000 единиц у нас показал галаген, что в принципе не так плохо. И на сейчас у нас цифра приравнивается 3000 люксов. Поэтому в принципе у нас мы вышли на цифру в три раза ярче, чем изначально. При том, что оптика реально не имеет следов выгорания. То есть это будет машина ездить абсолютно комфортно в ближайшие N лет. И в чем плюс установки светодиодных лампочек, по сравнению это даже с галогеном и с эксеноном, то, что она не выпаливает отражатели, не выпаливает саму линзу. Это очень большой плюс к тому, что мы получаем хороший свет, мы еще получаем долговечность. Как вы видите, машинка уже у нас выглядит в духе времени. У нас везде установлен диод. Единственное, что наша ДХО заводская немножечко по цвету более бледная и немножечко больше розоватая или желтит, как правильно сказать. Основной свет у нас получился белый, насыщенный. То есть машинка, скажем, создается такая иллюзия, что эта машина была в базе с диодными фарами. Вот такой вот у нас ближний свет плюс дальний. Шикарно. И выключаем свет и включаем еще раз. Так, включаем. Туманки, ближний и дальний. Супер. 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 Продолжение следует...